Дыхательные пути Представленные полостью носа, гортанью, которая состоит из вестибулярного, голосового, подголосового отделов и трахеи. Далее при прохождении воздуха есть такие некоторые обобщенные пути, которые себя обобщают и пути прохождения пищевых масс и также дыхание. Это область носа, рота и горта на глотке. Собственно препятствие на любом из этих уровней может привести к нарушению дыхания и к каким-то сложностям при проведении медицинских манипуляций. Начинаем сверху. Это область носоглотки. У данного пациента опухоль носоглотки, плоскоклеточный рак, тотально обтурирует просвет носоглотки, пролобирует в хааны и обтурирует даже задние отделы правых носовых ходов. Для сравнения, здесь явное нарушение прохождения воздуха через носовую полость. Отсутствует у пациента носовое дыхание. И таким образом очень затруднительны те манипуляции, которые проводятся через нос, например, фибробронхоскопия. Для сравнения, как выглядят дыхательные пути у здорового человека, абсолютно свободная область носоглотки, достаточная для дыхания. Препятствия на уровне ротоглотки. Опухоль корня языка. Она тотально, субтотально выполняет просвет ротоглотки. Значительная девиация надгортаника кзади также делает дыхательные пути труднопроходимыми. И возникают сложности прохождения воздуха как через нос, так и через рот. Несомненные сложности при проведении медицинских манипуляций, также при обзоре и гортани, и проведении фибробронхоскопии. Препятствия, возникающие на уровне гортаноглотки. В данном случае опухоль локализуется в проекции правого грушевидного синуса с переходом на правую черпалонодгортанную складку. Стеноз гортани, вестибулярного ее отдела, обусловлен как масс-эффектом, то есть смещением просвета гортани, обтурации за счет компрессии опухолевыми массами, так и утолщенной черпалонодгортанной складкой, которая является границей между гортаноглоткой и гортанью. Также препятствия на уровне гортаноглотки могут осуществляться теми образованиями, которые располагаются в ретрофарингеальной области. У пациента метастаз рака щитовидной железы, локализующийся преимущественно на уровне заперсневидного отдела гортаноглотки, и приводит за счет масс-эффекта к сужению просвета гортани и также нарушению дыхания пациента. Есть более крупные опухоли, локализующиеся в данной области у пациента хардома, и вызывает значительное сужение просвета дыхательных путей, как на уровне ротоглотки, так и на уровне гортаноглотки. Происходит сужение просвета вестибулярного отдела гортани за счет масс-эффекта. Возникает дополнительная сложность, что данная опухоль очень плотная, и поэтому при проведении медицинских манипуляций неподатливая ткань делает сложным проходимым медицинские инструменты. Следует отметить такое явление, как тризм. Если у пациента опухоль локализуется в области ротоглотки, в данном случае мягкое небо, с переходом на небную миндалину и вовлечением небных дужек, и есть переход на парафарингеальную жировую клетчатку в мягкие ткани крылонебной ямки, с вовлечением крыловидных мышц, у пациента возникает тризм, то есть нарушение открывания рта, в данном случае у пациента рот открывается всего лишь на два поперечника пальца, или в таком более критичном случае, когда у пациента крупная опухоль, вызывает деструкцию нижней челюсти, врастает и в медиальную, и в латеральную крыловидные мышцы, и в данном случае у пациента рот открывается только на половину ширины пальца. Конечно, очень большие сложности и при обзоре дыхательных путей, и при физикальном осмотре, и проведении медицинских манипуляций. Сужение и смещение гортания. Чаще всего это опухоли, локализующиеся изне, исходящие из щитовидной железы, злокачественная опухоль правой доли щитовидной железы, приводящая к выраженной деформации ротоглотки, к деструкции подъязычной кости, правой пластины щитовидного хряща, краевой контактной деструкции перстневидного хряща и значительное сужение просвета гортани за счет масс-эффекта. И в данном случае гортань смещена влево от средней линии, что, конечно, вызывает существенные сложности и для дыхания пациента, и для проведения каких-то медицинских манипуляций. Опухоль, локализующаяся непосредственно в области гортани. Как правило, это стелящиеся опухоли, которые повторяют контур вестибулярных, голосовых складок, достаточно быстро приводят к стенозу гортани. У данного пациента мы видим остаточный просвет гортани, буквально 2 мм в диаметре. Конечно, существенное нарушение задержки дыхания. Для сравнения, как это выглядит у здорового человека, широкая голосовая щель, достаточная для дыхания. Стоит помнить о том, что стеноз гортани может приводить к выраженной дыхательной недостаточности, возникновению гипоксии у пациента. Очень нужно быть внимательным к тому, что мы видим на изображениях. У данного пациента агрессивная опухоль гортани, вызывающая деструкцию хрящей гортани, распространяющаяся на подголосовую полость с выраженным сужением просвета подголосового отдела гортани. И посмотрите на остаточный просвет голосового отдела гортани. И здесь опытный мороспециалист сразу же обратит внимание на вот такие артефакты, которые мы не видели на представленном до этого клиническом случае. Данные артефакты возникают при возникновении стридера и подключении дыхательной мускулатуры пациента. То есть возникает движение от того, что он мучительно пытается втянуть себя в воздух и каким-то образом компенсировать гипоксию. В условиях современных реалий лучевой диагноз, как правило, находится в отдалении от пациента. Пациента он не видит. Хорошо, если опытный лаборант обратит его внимание на то, что пациент задыхается. Здесь нужно быть внимательным к сканам. И если мы видим вот такие артефакты, конечно, лучше быть всегда на связи с клиническим врачом, с которым можно будет связаться. Пациента задержать непосредственно после исследования и сразу обратиться за помощью либо дежурного врача, либо вызвать скорую помощь для того, чтобы провести трахеостомию и таким образом спасти жизнь пациенту. Опухоли, исходящие из хрящевой ткани, в данном случае хондросаркома, исходящие из дуги персневидного хряща. Сложность заключается в том, что помимо сужения просвета гортани, эти опухоли, так же, как и демонстрируемые до этого случая с хардомой, достаточно плотные и возникают определенные сложности при проведении диагностических манипуляций, таких как фибробронхоскопия. Данное препятствие оказалось непреодолимым для фибробронхоскопа и, собственно, исследование именно на этом уровне и закончилось. Стоит упомянуть такое грозное осложнение, чаще всего лучевой терапии, как хондроперихандрит. Это процесс, который связан с деструкцией хрящей гортани. В данном случае мы видим нарушение плотности левой пластины щитовидного хряща. Видим, насколько он выраженно пролоббирован. На постконтрастных изображениях хрящевой ткани фактически не видно. И уже по сомкнутым голосовым складкам понятно, что пациент находится в страхеостомии и дышать самостоятельно через такую гортань он не может. То же самое касается и тех деструктивных процессов, которые локализуются на уровне пересневинного хряща. Здесь даже есть кондромаляция, жидкостное замещение структуры хряща. И возникает стеноз гортани. Нужно помнить о том, что это мина замедленного действия. Такие хрящи могут, грубо говоря, сложиться в любой момент. И то, что мы видим достаточно проходимым просветом, уже буквально за секунды может такого просвета и не быть. Выраженное нарушение дыхания у данного пациента и высокий риск асфиксии. Та же самая ситуация, когда нужно быть все время на связи с клиническим врачом и подключить его в данном случае, чтобы попытаться помочь пациенту еще до того момента, когда он попадет на прием, который может быть и через 2, и через 3 недели после проводимого лечения. Последствия хондроперихондрита не менее печальны, чем непосредственно само заболевание. У данного пациента имело место хондроперихондрит пластины персневидного хряща. После излечения пластина не восстановилась и заместилась фиброзной тканью. Для сравнения, как выглядит гортань здорового человека и как выглядит пластина персневидного хряща. Она как раз обуславливает округлую форму гортани и обеспечивает свободную проходимость воздуха через дыхательные пути. Именно пластина персневидного хряща обеспечивает широкое стояние черпловидных хрящей. Расстояние между ними порядка полусантиметра бывает достигает сантиметра. Если этой пластины нет, посмотрите, как близко расположены друг другу черплы. Они развернуты во фронтальной плоскости. Расстояния между ними фактически нет и просвет гортани сразу резко сужается. Пациент трахеостомирован, поскольку через такую гортань дышать он не может. И, к сожалению, скорее всего, эти изменения носят необратимый характер. И у пациента такая гортань нормально функционировать уже не будет никогда. Опухолевызывающие смещение трахеи. Непосредственно сами опухоли трахеи достаточно редки. Гораздо чаще смещение трахеи вызвано опухолями, исходящими из щитовидной железы. Узловой зоб, который уходит за грудинно, выраженно смещает трахею и влево от средней линии, и кпереди. Значительная деформация просвета трахеи и нарушение дыхания пациента, особенно при перемене положения шеи, при экстензии, когда сужение достигает своего максимума. Конечно, такие ситуации требуют незамедлительного медицинского вмешательства. Если имеет место злокачественная опухоль щитовидной железы, они отличаются достаточно агрессивным типом роста. Здесь уже имеется врастание опухоли в кольца трахеи, формирование достаточно значительной интра-трахеальной части опухоли. Помимо этого, имеется значительное смещение трахеи вправо от средней линии, существенно затрудняет медицинские манипуляции и осложняет проведение наркоза во время операции. Обратите внимание, что пациент нетрахеостомирован и, конечно, здесь остро стоит вопрос о том, что требуется такое вмешательство. То, что касается самой трахеостомии. Часто в онкологии применяются так называемые превентивные трахеостомы, когда у пациента есть стеноз гортани, просвет гортани достаточен для дыхания, но, тем не менее, если пациенту планируется проведение лучевой терапии, то мы понимаем, что в ходе данного вида лечения возможно появление отека гортани и дальнейшего сужения ее просвета. Для того, чтобы не принимать какие-то вмешательства во время уже лечения, принимается решение о проведении превентивной трахеостомии, то есть до начала лечения. Не всегда эта манипуляция увенчается успехом. Мы очень часто видим в фильмах, как легко делаются трахеостомы, буквально там в состоянии каких-то бытовых ситуаций с помощью столового ножа и полой ручки. И все вот так здорово, и пациент начинает сразу дышать. На самом деле, пообщавшись с хирургом, понимая, что это далеко не так, это одна из очень сложных манипуляций, и часто возникают какие-то осложнения. У данного пациента имеется стеноз гортани за счет опухоли, который локализуется на уровне вестибулярного и голосового отделов, и как раз он был отправлен на установку превентивной трахеостомы. Установленная трахеостомическая трубка не заведена сформированное отверстие по передней поверхности гортани, она упирается в перешей к щитовидной железе, можно даже в полости трубки увидеть частички строма щитовидной железы, и эффект не достигнут. Собственно, было понятно, что эффект не был достигнут еще в ходе операции, потому что сразу же, непосредственно после установки трахеостомы, пациент не испытывал никакого сложности при общении, и голос у него присутствовал как до операции, так и после. В чем еще заключается неприятность данной случая, эта трубка, она располагается рядом с плечеголовным стволом, и пульсационная волна плечеголовного ствола выталкивает эту трубку, пациент это замечает, считает, что так быть не должно, и пытается самостоятельно погрузить ее обратно. Таким образом возникает риск разрыва и более мелких артерий, которые кровоснабжают щитовидную железу и непосредственно самого плечеголовного ствола. У данного пациента была проведена повторное хирургическое вмешательство, трахеостомическая трубка уже заведена в просвет гортани, ну и видим отечную перешейку щитовидной железы, которая значительно пострадала в ходе всех этих манипуляций. Также к осложнениям превентивной трахеостомии можно отнести и возникновение инфекционных процессов, присоединение вторичной инфекции после таких вмешательств. У пациента опухоль гортани с выраженным ее стенозом и была попытка проведения трахеостомии. Трахеостомическая трубка очень похожий случай. Располагается паратрахеально, она упирается в боковую стенку трахеи. Трахея деформирована, оттеснена влево от средней линии, но тем не менее восстановление полноценности дыхательных путей не достигнуто. И обратите внимание, какой выраженный отек окружающей жировой клетчатки вокруг трахеостомической трубки. Это очень неприятное осложнение, поскольку оно существенно осложняет дальнейшее проведение уже качественной трахеостомии по инфицированным тканям и оттягивает также сроки начала лечения при онкологическом заболевании, поскольку требуется исход воспаления и пролечивание пациента. После трахеостомии, также после деканюляции излечения трахеостомической трубки, также возникает послеоперационное осложнение. Это может быть и порез гортани при повреждении гортанного нерва, и также может возникать стойкая деформация рубцовой трахеи, как в данном случае, когда трахея щелевидно деформирована, подпаяна рубцами к коже передней поверхности шеи, и возникают существенные сложности для дыхания пациента. На КТ это видно гораздо лучше. Конечно, такие суженные дыхательные пути требуют дальнейшего хирургического вмешательства для улучшения их проходимости. Есть еще такой неявная причина для сложности медицинских манипуляций, проводимых через область ротоглотки. У пациента опухоль локализуется в правых боковых отделах ротоглотки, и очень активно опухоль накапливает контрастный препарат. Видна авоскулярная зона в центре, которая обусловлена зоной центрального некроза. Если посмотреть на Т2-взвешенное изображение, виден свящевой ход, который открывается из полости некроза в ротоглотку, и как раз на дне этой полости находятся частично скелетированные наружные и внутренние сонные артерии. При неаккуратных медицинских манипуляциях использования шпателя возможно проникновение в эту полость и травматизация магистральных артерий шеи. И хотелось бы закончить свой доклад вот таким слайдом, возможно вызовет недоумение, как он вообще попал в этот доклад. Тем не менее, значит, у пациента имеется стеноз позвоночного канала. Имеется особенность, это гипоплазия шейных, нижних шейных позвонков. Из-за этого нагрузка на позвоночник падает неправильно. И возникают выраженные дегенеративные изменения выше расположенных позвонков с формированием циркулярных эстеофитов, суживающих просвет позвоночного канала. Если мы измерим передний и задний размер позвоночного канала, он составляет 6 мм, хотя уже менее 10 мм сужение считается стенозом. Выявляются изменения в структуре спинного мозга, вызванные нарушением трофики и дистрофическими изменениями по типу уже миломаляции даже. И мы понимаем, что выполнение при операции, в ходе операции гиперэкстензии или флексии шейного отдела позвоночника может повлечь за собой возникновение необратимых неврологических дефицитов. И, конечно, обязательно предупредить нужно об этом клинических врачей для того, чтобы избежать таких ситуаций. Стоит отметить, что любое осложнение можно предупредить, есть ли о нем знать. Поэтому, конечно, все пациенты, которые планируются для проведения каких-либо медицинских манипуляций, хирургических вмешательств, должны быть обследованы. Клинические врачи должны быть к ним внимательны. А мы, диагносты, постараемся рассказать о всех подводных камнях и предотвратить трагедию и защитить пациента и доктора. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...